ну вот я тут тот самый момент когда на байке не катался две недели ух их ух уха и у хух ух 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 ученогос там стоит родной заскучал стоит как я скучал по нему с полтычка О, блин, не то нажал. Вот все, значит, долго не кататься на мотоцикле. Брав, ну, легкий. Что-то я думал, что он будет тяжелее. Но сейчас, наверное, как заново буду ездить, учиться. Как я по нему соскучился, ребята. Макс написал, катать хочет. Ну, погодка так. Я рассчитывал на худшее. Но где я был в Испании, там было 30. Тут у нас 12. Ух, ребята, я, наверное, разучился ездить. Вообще, как будто как заново. Просто, ой, солнышко припекает так хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, так, прохладненько. Короче, ребята, о чем хотел поболтать насчет моего отсутствия. Ни для кого не секрет, что я был в Испании. Был я там, по-моему, 10 или 11 дней. Но я хотел поговорить о там, здешних байкерах. Испанских байкерах. Знаете, что я заметил? Я заметил, что у них много дорогих, дорогих, новых, красивых мотоциклов. Дорогая экипировка. Шлемы. То есть, все четко, все как надо. Но они нихрена не умеют ездить. Я, конечно, сам не Валентина Росси, но... Ну, как бы... Блин, то, что я видел... Они даже никто козла не дал. Ни разу. Может, у них это строго карается, я не знаю, там, козьё, трубаним головы. Ну, бля, да это жесть. Реально, потому что они... Ну, вообще, они какие... Ну, они просто... Я не знаю, как это описать. Они вообще ничего не делают. Они просто первую выкручивают, до 70, и всё, и поехал, и всё. И вторую выключили, и едут. Потому что я... В Испании я был... В Испании я был... У меня отель расположен был... Типа вот... Центра. Центра города. И там тусовки. Там был недалеко автобусный вокзал, бар. И там очень много байкеров тусовалось. Очень много. И... То есть я, как бы, был каждый день в теме. Я был каждый день в теме. Вот. И как бы... И как бы я всё это видел, и вообще как-то... Я уже думал, дайте мне байк, пожалуйста. Дайте я хоть покатаюсь чуть-чуть. Потому что они вообще, конечно, скучные. Я не знаю, почему они себя так вели. Вообще не могу представить, почему они себя так вели. Ну, как бы, да. Ну, там, в Испании, где я был, Коста-Брава, там очень крутые серпантин. Там, конечно, вот это вот подъёмы в гору, вот это вот... Вообще повороты всякие. Повороты всякие. То есть очень всё круто. Очень круто. То есть там на байке, на супербайке повороты позакладывают. Вообще просто милое дело. Я, конечно, не знаю. Может, эти байкеры и вкладывали там колено, чуть ли не локтём цепляя асфальт. Но... Но, как бы... Но то, что я видел, меня вообще, как бы, не впечатлило. Хотя, вот, я видел там много новых R1 2015 года. В синем цвете, две серые, в синие. То есть я много этих дорогих мотоциклов очень много видел. RR, Honda, они очень любят. Сузуки тоже с джиксера видел. Много хороших. И Kawasaki тоже новый. ZX-10R. Но... Ну, не знаю, как бы... То, что я видел, то, как бы, это вообще ничего не было. А там, кстати, были и старые байки. Достаточно тоже много. Старых байков, да, то есть там, я не знаю, 80 махматых. Вообще там до хрена мотороллеров. Меня, блядь, они бесили просто. Они настолько наглые там. Я не говорю, что меня мотороллеры бесит. Я говорю о том... О том городе, где я был, как бы, что я видел. Просто мопеды, сука. Они такие наглые. Они лезут просто непонятно куда. Да. За ними все время надо следить. За этими мопедами постоянно надо следить. Ну, что я заметил, то, что испанцы, они очень уважают пешеходов. Вообще, как бы, ну, они... Если ты подходишь к пешеходному переходу, Вот, к этой зебре. И он чисто как-то, ну, случайно не увидел. И в последний момент затормозил, но пропустил тебя. Он всегда махнет рукой, что извини, друг, типа, извини, что не заметил. Ну, вот, проходи. В этом плане они просто молодцы. Они, как бы, ну... Культура вождения у них хорошая. Также на автобанах я ездил... Я за 4 дня... Я на 4 дня брал машину в аренду. И... Я за 4 дня накатал 1200 километров. То есть это 300 в день где-то. По автобанам я мотался. Смотрел, скажем так, мир. И... Тоже культура вождения, в принципе, очень достойна на автобанах. То есть там идет в среднем 3 полосы на автобане. Самые правые фуры идут. Потом идут... Скажем так, среднего класса автомобилей. И в самой левой крайней полосе. Там идут более такие уже... Типа BMW M5, Audi RS6, Mercedes, AMG. Типа такие. Вот. И там... Ну, как бы на автобанах я вообще мотоциклиста практически не видел. Практически вообще. Ну, может, я за все время... Ну... Я не знаю. Ну, мотоциклистов 5. Хотя там такой разгар, как бы, ну... Сезона хорошего. И не то, что ни супербайков, ни туристических вообще на автобанах нет. Я не знаю, может, их туда не пускают. Но практически я не видел. Поэтому... Поэтому... Поэтому, да. Нет, мне очень понравилось в Испании, на самом деле. Они, на самом деле, приветливые очень. Ну, как бы, может, они, конечно, и злые, но мне показалось так. Они все здороваются, все благодарны. И всегда... Они всегда скажут... И вот я вам говорю про пешеход, они всегда извинятся. То есть, у нас там... Ты не уступил... Ты не уступил пешеходу. Резко ты остановился, открыл окно, еще наорал на него. То там, конечно, извиняются. И там, кстати, очень любят извиняться. Я не знаю, почему. Но у меня рейс задержали на 3 часа. На 3 часа рейс задержали. И первое, извинился, капитан нашего корабля. Корабля нашего самолета. Вот. Потом при взлете извинился Стюарт. Стюарт извинился. И... Потом, по-моему, во время полета... Вот не помню, было во время полета или нет. Но в конце, когда мы приземлились, они еще раз сказали... Простите, пожалуйста, за задержку. Была какая-то техническая проблема, но... Меня обычно такие вещи пугают. Как бы, зачем вы говорите, что техническая? И после этого мы летим же на этом же самолете. Ну, это жесть. Ну, скажите, что, я не знаю, там... Салфетки на борту кончились. Ну, говорить, что это техническая проблема была. И она устранена. Ну, как бы... И продолжать лететь на этом же самолете... Ну, короче, на самом деле, мне понравилось. Испания, я всем советую. Зараза, дорого? Ну, как бы, не так прям... У меня евро цену, но... И то я почувствовал, что немножко дороговато. Даже для меня. С евро зарплатами, скажем так. Для России я не знаю, как... Смотря, конечно, кто сколько зарабатывает, кто как тратит. Сейчас за Максом поедем. Где он? Здорово, братан! Как ты? Нормально. Я уже снимаю. А вы как? Что мы как? Да, как хуйня, блядь. А, чтобы не убежала? А? Чтобы не убежала? Какую-то хуйню сниму, потому что он шумит. Я подставил. Блядь, а сел, кого-то первый раз в жизни вообще сел, думаю, аааа, я даже чуть не доглох. Да она не включается после компа. Может, это и за... Бывает, что, ну... Если ее достать, то она нормально включится. Из-за кнопок, вот эти кнопки сами по себе... А ты-то только сегодня с компа снял? Да. Ааа. Что? Вчера поставил, блядь, на Рапторе попрыгал заебись. Да? Она хоть думала, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь. Я свой за 2600 продал. Димаш говорит, ну типа я ни хуя скидываю. Ну там защиты столько всего. Я сразу Димаш сказал, ни копейки, вообще их два стоит. Следующие 4200. Вот. И, короче, они там пытались, но это как бы хуй. Ну, может, он там хуторяне, но бил его напрочь, что за 2600. Ну, они еще говорят, если у вас новая, не бывает. Афаринальная любимая в середине. У меня термобелье одето. А? Термобелье одето. А не так, в сторону. Господи. Тора. Тебе. Тора. Тор Тора. Тора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...